Рак, бич современности. Ежегодно онкология уносит жизни миллионов людей. К сожалению, среди них есть немало детей. Профилактика и ранняя диагностика онкологических заболеваний. Под таким названием прошел форум к Международному дню детей больных раком, организованный благотворительным фондом Инсан. В рамках мероприятия представители системы здравоохранения рассказали о проблемах детской онкологии и о успехах в борьбе с тяжелой болезнью. Абдулла Алиев продолжит тему. Рак – коварная болезнь, беспощадная как взрослым, так и детям. За первые полугодия 2019 года от рака в России умерло около 150 тысяч человек. Среди болеющих, к сожалению, часто встречаются и дети. Невинные и беззащитные, они с ранних лет вступают в схватку со злым недугом. Победить в этой неравной борьбе сложно, но реально. Особенно, если рядом вовремя окажутся те, кто протянет руку помощи. У нас на каждой тысячи родившихся детей 15 детейшек заболевают в онкологию. Это достаточно высокая цифра. Мы в десятку регионов с высокой заболеваемостью в России. Но при всем при этом нам удается, используя высокие технологии лечения, достаточно профессиональный кадровый потенциал, который собран у нас в команде у врачей и медсестер, удается сдерживать смертность от онкологии. Уже много лет благотворительный фонд «Инсан» ведет работу с детьми, страдающими тяжелыми формами онкологии. Десятки юных подопечных фонда благодаря людской помощи смогли пройти курсы химиотерапии, приобрести дорогостоящие препараты, выехать на реабилитационные процедуры. Фонд «Инсан» делает все возможное, чтобы привлечь внимание к проблемам нуждающихся в помощи. Мы видим слезы матерей, мы видим слезы этих детей. Мы это все приходится пропускать через себя. Самый большой отклик, когда на все призывы о помощи собрать средства для того или иного ребенка, для проведения каких-то реабилитационных курсов, покупка дорогих препаратов для онкологически больных детей, и это, конечно же, самый большой отклик мы получаем от наших читателей, слушателей, которые всегда в закрочающие сроки мы можем выставлять информацию о том, что сбор завершен. Детишки, находящиеся на лечении в онкологической клинике, оказались очень талантливыми и мастеровитыми. Для демонстрации произведений искусства, созданных их руками, в рамках мероприятия была проведена целая ярмарка. На ярмарке представлены изделия, изготовленные детьми, страдающими онкологическими заболеваниями. Это и рисунки, и игрушки, и разные поделки. Но самое главное, все средства, вырученные от их продажи, пойдут на лечение этих детей. Этой ярмаркой мы хотели показать то, что каждый из нас значимый. То, что даже если ты болеешь, даже если ты находишься в отделении онкогематологии, все-таки это тяжелое заболевание, у них тяжелая терапия, но они могут принести пользу, пользу таким же, как они, детям. И это повышает их значимость для себя самих, для детей и для общества в целом. Заранее узнав о будущей акции, дети, не покладая рук, трудились над своими произведениями, поработали, как говорится, на славу. Каждый, кто посетил ярмарку, смог под достоинство оценить таланты маленьких детей, обладающих огромной силой воли. Мне понравилась история этой картины, как маленький ребенок, лет 10, узнав, что утром должна быть выставка, он ночью, как мне передали, ночью не спал и завершил эту картину. В рамках форума обсуждались современные методы диагностики и лечения онкологических заболеваний у маленьких пациентов. На сегодняшний день при своевременном распознавании болезней и оказании помощи можно предотвратить развитие злого недуга. В республике одним из главных вопросов в области здравоохранения является повышение уровня оказания помощи страдающих онкологическими заболеваниями. Что планируется делать в рамках этого проекта? Оснащать, укреплять материально-техническую базу учреждений, в том числе и отделение детской онкогематологии. Затем подготовить специалистов, тех, которые могут на самом высоком уровне оказать медицинскую помощь для того, чтобы как можно большее число детей могли получить своевременно квалифицированную медицинскую помощь в условиях республики. На форуме было уделено внимание и созданию Центра палиативной помощи для онкобольных в Дагестане. Также было отмечено, что человек, столкнувшийся с неблагоприятным прогнозом, не должен оставаться один на один со своей проблемой. С ним должны быть рядом те, кто поможет ему справиться со страхами и облегчить боль. Те, кто помогут преодолеть все трудности и до последнего не позволят потерять надежду на благоприятный исход. Абдулла Алиф, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.